Здравствуйте, я Стив Келли, старший пастор Церкви Волны из штата Вирджиния. Спасибо, что снова принимаете меня в своем доме. Наша встреча — это не случайность, она была запланирована Богом. Бог работает сквозь времена и сроки. Библия говорит, что для каждого действия есть свое время. Я верю, что эта программа тоже запланирована Богом специально для вас. Вы удивитесь, насколько Слово Божие полезно для повседневной жизни. Многие люди говорят мне, «Вы знаете, я смотрел вашу программу сегодня, и вы говорили прямо ко мне, так, будто бы вы знали, что у меня происходит в жизни». А все это потому, что Слово Божие имеет очень много смысла. Оно как помазанный здравый смысл на каждый день. Помните, хлеб наш насущный подавай нам на каждый день. Именно поэтому Слово Божие многогранно. Никуда не уходите. Прошу вас, оставайтесь с нами до конца программы. И я верю, что вы по-новому узнаете Господа Иисуса. Спасибо, что смотрите нас. Давайте прямо сейчас перейдем к посланию и послушаем Слово Божие, которое приготовлено специально для вас. Итак, наслаждайтесь Словом. Если вы меня знаете, то знаете, что я готов приложить все усилия, чтобы донести до людей, что видение сбывается. И первый ключ к видению — это то, что его нужно записать. Второй ключ — видение должно быть простым. Иными словами это не мирное соглашение, а простые и понятные слова. А еще у видения есть треектория, и существуют вещи, которые помогут вам двигаться по направлению к вашему видению. Учитывая все это, давайте поговорим о том, как мы можем увидеть исполнение нашего видения. Думаю, вам интересно. Итак, мы приступаем. Во-первых, видение видит нами. У него есть зрение. Как ни странно, мы говорим о видении, а значит, оно имеет глаза. Открутите, пожалуйста, Евангелие от Матфея, 6 главу, 22 стих. Сказано, глаз — это светильник тела. Если твой глаз ясен, то и все, твое тело будет полно светом. Вера видит. И она видит препятствия, если вы убираете свой взор с мечты. Видение видит. Вам нужно это увидеть. Я увидел эту церковь задолго до того, как мы ее построили. Возможно, вы говорите, я не представляю себя женатым. Начните представлять. Не представляю, как я могу начать новый бизнес или выбраться из долгов. Не представляю, как я могу быть здоровым или счастливым. А вера, она представляет. Вера видит. Вам нужно представить то, во что вы верите. Держите эту картинку перед собой. Авраам увидел, что его потомков будет так много, как звезд на небе. Бог дал ему эту визуализацию. Но и это еще не все. Видение не только видит, оно заставляет вас двигаться. Если смотреть на естественные вещи, то Авраам был старым. Уже давно прошло то время, когда он мог хотя бы заниматься сексом со своей женой. Но Авраам что-то увидел, и это сделало его снова молодым. Видение видит, и оно делает вас молодым. Поэтому с возрастом ваше видение должно становиться еще больше. Авраам делал то, что было невозможно для его возраста, и это случилось благодаря видению. Бог знал важность видения, поэтому дал ему визуализацию. Посмотри на звезды, столько потомков у тебя будет. Слава Богу! Я знаю, я проповедую очень хорошо. Иисус Новин увидел Иерихон. Никто никогда не завоевывал его, но Бог сказал, «Я отдаю тебе Иерихон, его царя, всех его рыцарей, всех взрослых и детей, и всю добычу». Бог дал ему не только видение, но и ясность к нему. Это была не просто какая-то размытая картина. Вот как это будет. Ты захватишь царя, его рыцарей, всех взрослых и детей. Все это будет твоим. Если вы мать-одиночка, то не верьте, что Бог всего лишь даст вам мужа. Нет. Нет. Вот какой это будет муж. Во-первых, он должен любить Бога. Вам нужно быть более конкретными. Не просто муж, а муж Божий. Не еще один неудачник. Вам нужно иметь видение. Он будет любить Бога, заботиться о мне, о моих детях, и будет любить Дом Божий еще больше, чем я. Так что видение — вот что важно. Такое возможно. Если верите во что-то, то будьте конкретными. Я прошу вас. Это еще не все. Слуга Елисея увидел войско небесное. Видение видит. Он увидел то, что было невидимо естественному глазу. Когда Петр шел по воде, Библия говорит, что он отвел свой взгляд со Иисуса и увидел волны. Тогда он начал тонуть. То есть Бог знает о том, что видение видит, и дьявол тоже знает об этом. Враг желает, чтобы ваше внимание сфокусировалось на натуральных вещах, на препятствиях. Вот почему дьявол сказал Еве, «Ешь с этого дерева». Бог действительно сказал, что вы умрете, если будете есть с него. Библия говорит, что Ева посмотрела на плод и увидела, что он был хорош. Иными словами, она была сконцентрирована не на том, что нужно, и это принесло грех в ее жизнь. То есть мы сбиваемся с курса, если фокусируемся не на том. Помните, как Бог сказал Лоту, «Уходите из Содома и Гаморы, и ни при каких обстоятельствах не оборачивайтесь назад». Семья Лоты бежала из Содома и Гаморы, но его жена пожалела об этом, хотя Бог сказал, что жители того города упрямы и твердолобы. Она обернулась, и Бог превратил ее в соляной столб. Нам нужно быть очень осторожными в том, на чем мы фокусируемся, потому что видение видит. Глаза — это светильник тела. Если глаза здоровы, то и все тело будет здоровым. Но учитесь договариваться со своими глазами. А как видение сбывается? У него есть зрение. Оно видит, оно ясное и понятное. Во-вторых, видение слышат. Римлянам, 10 глава, 17 стих. Итак, вера приходит от услышанного слова, слова о Христе. Иными словами, ваше видение — это результат того, что вы слышите. Будьте осторожны и фильтруйте все, что слышите. Фильтруйте, кого вы слушаете. Статистика показывает, что люди, которые регулярно посещают церковь, имеют более высокий IQ, чем люди, которые не посещают церковь регулярно. Нужно уметь различать. Писание говорит «Страх Господень — начало мудрости». Вы становитесь умнее, если находитесь под учением Слова Божьего. Вы приходите в церковь регулярно. Если вера приходит от слышания Слова о Христе, то ваше веро и видение становится лучше и яснее. То, что вы сейчас здесь, делает вас умным и хорошим слушателем. Вера приходит от слышания, поэтому будьте внимательны к тому, что и кого вы слушаете. Запишите. Со временем вы поверите в то, что слышите неоднократно. Да, вера видит. И то, что вы слышите регулярно, отразится на вас. Если вы проводите время с людьми, которые негативно настроены к церкви и к жизни, то со временем вы начнете верить в то, что постоянно слышите от них. О, денег всегда не хватает. Вся Америка летит в ад. Вот, будьте внимательны к тому, что и кого вы слушаете. Я общался с молодыми людьми. Некоторые из них в депрессии. Они говорят, что не видят никакого будущего для себя. Боже, а какую музыку они слушают? Какие телепрограммы и фильмы они смотрят? Ваши глаза — это светильник тела. Что вы вкладываете в себя? Что вы слушаете? Вы молитесь, пребываете в слове, молитесь в духе. Так ли это для вас? Я спрашиваю об этом, потому что вы верите в то, что часто слышите. Поэтому будьте очень осторожны. Евангелие от Матфея, 13 глава, 9 стих. Фраза, которая часто повторяется в Писании. Она есть и в Ветхом, и в Новом Завете. У кого есть уши, пусть слышит. Наши жизни полны шума, и мы заглушаем голос, который хотим услышать. Итак, как видение сбывается? Вера видит. Сфокусируйтесь на картинке того, во что вы верите. Повторюсь, как видение сбывается? Вера еще и слушает. Что вы говорите самому себе? Помимо того, что говорят вокруг, вы сами говорите со скоростью 120 слов в минуту. Может, другие говорят вам, что вы супер, но вы говорите, «Я безнадежен, я никто». Вот почему вам так важно ходить в церковь, на домашнюю группу и общаться с позитивными людьми. Тогда вы поймете, что значит не сообразовываться с этим миром, но преобразовываться обновлением вашего ума. Некоторые из вас недовольны своим браком. Вы читаете книги, которые отдаляют вас от Божьего видения. Вы окунулись в фантазию, которая никогда не станет реальностью, которая никогда не даст вам удовлетворения. А теперь третий пункт, о котором я хотел бы поговорить более детальным. Видение передается из поколения в поколение. Когда Бог дает вам видение, вы должны понимать, что оно рассчитано не только на вашу жизнь. Когда Бог дает видение, Он смотрит в будущее. Иными словами, когда в вашем сердце появляется видение, то это обычно означает долгий путь. А если вы подошли к итоговой черте вашего видения, то пора его расширить или получить новое. Я не мечтал стать пастором церкви в Вирджиния Бич. Я хотел стать пастором церкви, которая изменит весь этот мир. Отдайте свои пути Господу, и Он направит ваши стези, направит ваши мысли. Когда я дошел до этого места, то начал расширять свое видение. Оно становилось все больше и больше. Мы не можем на этом остановиться. Остановиться мы не можем, да и не должны. Мы достигли успеха, но Бог призывает нас к большему. Вот как это работает. Видение рассчитано на несколько поколений. Когда Бог называл свое имя, то говорил не просто «я есть», как Он говорил Аврааму. Он говорил «я Бог Авраама, Исаака и Иакова». Когда Бог смотрит на вас, то видит ваших внуков. Послушайте меня внимательно. Видение рассчитано на поколения. Разве не удивительно, что Бог сам решил называть себя Богом Авраама, Исаака и Иакова? Иными словами, видение должно пережить вас. Хочу показать вам, что об этом говорит Библия. Тюремщик принял спасение, потому что апостол Павел был в тюрьме. Бог призвал его достигать мир, но он попал в тюрьму. Это была ошибка, потому что он всего лишь проповедовал Евангелие. Когда Господь пришел и спас его, тюремный страж увидел, что все освободились, и хотел убить себя, потому что знал, что ему придется ответить за это своей жизнью. Но Павел сказал ему, не причиняй себе вреда, мы все здесь. Если бы я был в тюрьме, и у меня появился шанс выбраться оттуда, а кто-то сказал бы стражнику, не волнуйся, мы все на месте, то я бы сказал, Павел, заткнись. Но видение Павла было не только для него, поэтому стражник сказал, что мне сделать, чтобы спастись. Павел ответил, покайся и спасешься, ты и весь дом твой. Весь твой дом. Вы понимаете, что дом, здание не может спастись? Речь идет, конечно же, о семье, о людях. Итак, видение Павла включало не только его самого. Он понимал, что Бог хочет спасти и его угнетателя, и всю его семью. Видение охватывает поколение. Бог смотрит за пределы того, что связывает и ограничивает вас. Бог сможет разрушить не только акулы, которые вас ограничивают и связывают, но и поможет тем, кто пытается навредить вашей жизни. Бог желает спасти и их тоже. Посмотрите на Деяние, 10 главу, 1 стих. В Хесарии был человек по имени Корнилий, сотник из полка, который носит название «Италийский». Корнилий, как и вся его семья, был человеком благочестивым и боящимся Бога. Он щедро раздавал милостыню и постоянно молился Богу. Однажды, около девятого часа, Корнилию было видение. Он ясно видел Божьего ангела, который явился ему и сказал «Корнилий». Он взглянул на него в ужасе и сказал «Что, господин?» Ангел ответил «Бог вспомнил о тебе, потому что твои молитвы и милостыни вознеслись к нему, как приятный запах жертвоприношения». Корнилий, твое даяние привлекло внимание Бога. Интересно, а как даяние может привлечь внимание? О чем тут речь? Корнилий был богобоязненным человеком. И посмотрите, что сказано в 24 стихе. Бог сказал ему пригласить Петра, потому что Петр принесет ему благословение. На другой день они прибыли в Кесарию. Корнилий уже ждал их, созвав своих родственников и близких друзей. Типичный итальянец. У нас встреча, поэтому собирается вся семья. Корнилий не знал, что будет делать Бог, но Бог спас его семью. Смотря на вас, Бог смотрит на ваших детей, и Он желает спасти вас, ваш дом и все, что у вас есть. Он Бог Авраама, Исаака и Иакова. Видение рассчитано на целые поколения. «Послушайте, Корнилий был хорошим, богобоязненным человеком. Он делал все, что мог, и Бог решил коснуться и благословить его, его семью и всех его родственников». 27 стих. «Разговаривая с Корнилием, Петр вошел в дом, где уже собралось много народу». 44 стих. Петр еще говорил это, когда на всех слушавших его весть сошел Святой Дух. Что же привлекло внимание Бога? Его щедрость. Его молитвы и приношения пришли на память с Богом. Вы можете не думать о поколениях так, как думает Бог. Но вы должны понять, что мы строим не только для себя, но и для будущих поколений. Корнилий просто был верным в том, что у него было. Возможно, вы сейчас служите в армии. Слава Богу за вас. Я понимаю, какая жизнь у военнослужащих. Я знаю, что эта работа сезонна, но я призываю вас думать целыми поколениями. Проявляйте свою щедрость. Скажите, а кто из вас служит в армии? Поднимите руки. Да, я вижу. Вижу. Слава Богу за вас. Пусть щедрость станет семенем для вашей жизни. Если ваше семя в земле, то ваш урожай обязательно найдет вас. Видение касается нескольких поколений. Этим зданием будете наслаждаться не только вы, но ваши дети, ваши родственники. Это благословение будет не только для вас, но и для вашей семьи и для будущих поколений. У меня нет времени, чтобы прочитать все стихи на эту тему, но я процитирую несколько из них. Итак, во-первых, видение видит. Во-вторых, видение слышит. И в-третьих, видение рассчитано на несколько поколений. Прославьте Господа. Вот моя последняя мысль. Если вы будете строить дом Божий, как видение, то у Бога появится видение построить ваш дом. Услышали, да? Именно это случилось с Корнелием. Бог спас не только его, но всю его семью и всех его родственников. Сейчас я покажу вам это в Писании. «Давид хотел построить дом Господу». Это вторая книга царств, 7 глава, 11 стих. Сказано, «Господь объявляет тебе, что Сам утвердит твой дом». «Давид, я не просил тебя строить мне дом, но поскольку ты захотел это сделать, я утвержу твой дом». Давид устал от того, что дом Божий был временным шатром, который постоянно собирали и устанавливали, и он решил построить Богу постоянный дом. Бог сказал, «Давид, я в восторге от тебя. Это сделает твой сын, а я построю твой дом». Бог не имел в виду дом физический, и у Давида уже был дворец. Но если вы посмотрите вторую книгу царств, следующее местописание, 7 главу, 12 стих, там вы все увидите. «Когда твои дни завершатся, и ты успокоишься со своими предками, я возведу на престол твоего потомка, того, кто произойдет от тебя и упрочу его царство». Бог говорит, «Давид, ты хочешь построить мне дом?» Смотрите, как исполняется видение. Если вы строите Божий дом, то он построит ваш дом, ваш бизнес, ваш брак. Если у вас нет детей, он даст вам детей. Если в Доме Божьем есть дети, и вы спонсируете достижения неспасенных людей, вы достигаете людей. Значит, я дам вам семью. Вы строите мой дом, а я построю ваш. Вот как действует Бог. Откуда я знаю, что это правда? Опять же, из Библии. Псалом 17, 25 стих. Скажите «Аминь» на это. Вы верите, что Бог устраивает вашу жизнь? Итак, написано «Воздал мне Господь по праведности моей, по чистоте моих рук перед глазами Его. Не перед моими глазами, а перед Его глазами. Ты верен с тем, кто верен. С беспорочным ты поступаешь беспорочно, с чистым чисто, но с коварным по Его лукавствам. И вот вам мысль. Как вы реагируете на Бога, так и Бог реагирует на вас. С верным я поступаю верно. С беспорочным я поступаю беспорочно. А с коварным я тоже поступлю коварно. А как вы реагируете на Бога? Давид хотел построить Богу дом, и Бог сказал, тогда я построю тебе дом. Давайте посмотрим, как это видение исполнилось. У Давида было видение постройки Дома Божьего. Прошло 53 года после смерти Давида, и вот мы уже в третьей книге царств, 11 главе, последний стих. Но ради моего слуги Давида и города Иерусалима, который я избрал среди всех родов Израиля, у Соломона будет один род. Через 53 года после смерти Давида, Бог сказал, не Давид построит мне дом, а его сын. Но не забывайте, как вы реагируете на Бога, так он реагирует на вас. Хочешь построить мне дом? Тогда я построю дом тебе. Соломон сделал зло в глазах Господа, но из-за Давида Бог отложил наказание и исполнил его только частично. Кто из вас понимает, что вы живете в незаслуженном благословении и благоволении? Вполне возможно, что кто-то из ваших предков решил утверждать дом Божий, и вы сегодня живете в урожае от семени, которое было посажено еще до вашего зачатия. Убедитесь в том, что вы тоже думаете о грядущих поколениях. Если вы утверждаете Божий дом, он будет утверждать ваш дом. Библия говорит, что через 156 лет после смерти Давида, ради своего слуги Давида, Господь не хотел погубить Иудею. Бог помнил желание и стремление Давида спустя 156 лет после его смерти. Ты хочешь построить мне дом? Тогда я утвержу твое семя и не уничтожу поколение, которое появится на свет после тебя. И нам с вами нужно посеять семя для будущих поколений. Через 313 лет после смерти Давида. Я бы лучше бежал от мафии, чем от Бога. Четвертая книга Царств, 19 глава, 33 стих. Я защищу этот город и спасу его ради себя и ради Давида, моего слуги. Вы это слышали, а? 313 лет спустя Бог все еще помнит то, что сделал Давид. Давид хотел построить Богу дом. Ну а как мы реагируем на Бога? Вот так и Он отреагирует на нас. Бог хранит наше семя. Поэтому ваше видение должно включать следующие поколения. Вы не должны зацикливаться только на сегодняшнем дне. Надеюсь, вам понравилось это послание. Уверен, что Бог желает говорить к вам прямо и без посредников. У Бога есть план и цель для вашей жизни. И самое важное, что должен сделать каждый человек, это наладить личные отношения с Иисусом Христом, как со своим Господом и Спасителем. Многие люди верят в Бога, но этого недостаточно. Даже дьявол верит в Бога. Бог создал его, и Бог же выгнал его с небес. Но вопрос в том, была ли у вас личная и изменяющая жизнь встреча с Иисусом Христом? Вера в Бога — это хороший старт, но она не дает вам уверенности в том, что Бог вас любит. Бог желает говорить вашу жизнь. Он хочет строить с вами отношения, которые изменят вашу жизнь. И я хотел бы помолиться за вас, если вы не знаете Господа Иисуса как своего личного Спасителя. Возможно, когда-то вы уже произносили эту молитву, но больше не живете так, как раньше. Я буду верить вместе с вами, что ваши отношения с Иисусом будут восстановлены. Библия говорит, что он друг, который ближе брата. Нет ничего лучше, чем поддержка семьи. Согласно Библии, Иисус — ваш друг, который ближе, чем брат. Если вы никогда не приглашали Иисуса в свою жизнь, или же вы не уверены в том, делали вы это раньше или нет, или же если вы не живете для Бога так, как раньше, и хотите восстановить свои отношения с Богом, то я хочу предложить вам помолиться. Просто скажите, дорогой Иисус, войди в мою жизнь и прости все мои грехи. Я принимаю тебя как моего Господа и Спасителя. Я верю сердцем и исповедую устами, что я христианин, и мои грехи прощены. Во имя Иисуса Христа я молюсь. Аминь и аминь. Если вы произнесли эту молитву, то я хочу вас поздравить. Это очень важная молитва, когда вы признали свою нужду в Спасителя. Также я хочу помочь вам возрастать в Иисусе. Пишите нам. Сообщите, что молились вместе со мной. Наш адрес вы видите сейчас на экране. Свяжитесь с нами, и мы сделаем все, что от нас зависит, чтобы помочь вашему духовному росту. Если у вас нет хорошей церкви, то мы сделаем все возможное, чтобы помочь вам найти хорошую и здоровую церковь. Я также приглашаю вас в Вирджиния Бич в Церковь Волна, если вы живете в этом регионе. Мы будем молиться с вами и верить, что Бог изменит вас и вашу жизнь. Пожалуйста, найдите время и свяжитесь с нами. Дайте знать, как это послание коснулось вас. Но самое главное, сообщите, что вы произнесли молитву покаяния. Пусть Бог благословит всех вас.